Всем привет! С вами Вячеслав Витик. Турнир претендентов в самом разгаре. Сейчас идет третий тур. Ну а я остановлюсь на двух партиях со второго тура. Объясню почему на двух и почему именно эти партии привлекли мое внимание. Прежде всего я смотрел их в лайфе. У меня складывалась определенная точка зрения. Но как часто бывает, проанализировал с движком, это мнение, оно зачастую меняется либо корректируется. Итак, начну с партии Ванхау Гири. И поехали. Итак, c4, c5, конь c3, g6, g3. У нас на доске английское начало. Слон g7, слон g2, конь c6. В принципе симметричная позиция, где лишний темп, по идее, должен давать белым небольшое, может быть и символическое, но все-таки небольшое преимущество. Конь f3, e6 и а4. Понятно, что не самый популярный ход, но вполне возможный. Черный играет а6 и следует ход d4. Скорее всего это дебютная заготовка Ванхау. Главная идея это сбить соперника с протоянных путей. Возникает свежая, по сути неизведанная для теории позиция, где, как мне кажется, у Ванхау были заготовлены определенные идеи. Итак, следует ход cd и конь b5. Под боем пешка на d4, но что еще страшнее, наверное, где-то пограждает еще и ход конь d6. Следует ход d5. Да, и вот здесь, как мне кажется, все-таки сильнее был ход конь g7. Смысл в том, что черные, в принципе, не опасаются выпада коня на d6. Хотя этот ход тоже возможен. Скажем, конь d6, король f8. Можно здесь попробовать ход h5. Возникает крайне интересная позиция. Ну, скажем, после кони f5 движок оценивает ее, ну, как примерно равную. Но, как вы понимаете, позиция действительно крайне интересная. Я думаю, что гири здесь решил сыграть понадежнее. Вероятнее всего, он боялся домашнего анализа. А понятно, что играть с королем на f8, играть без рокировки, ему не хотелось. И он играет крепко d5, c, d, e, d, 2, 0, конь f6, слон f4, 2, 0, фиас c1 и а6. А вот ход h6, на мой взгляд, не точность. Гораздо сильнее был ход слон g4. Развивающий классный ход. Дело в том, что после, скажем, конь d4, конь d4, конь d4. У черных есть темповое конь e4, под боем конь на d4. Также где-то потом можно пойти с темпом ладья c8, поставить ладью на e8. Здесь у черных вообще нет никаких проблем, а потенциально даже может быть чуть и получше. То есть, в принципе, ход слон g4, на мой взгляд, вместо хода h6 решал все проблемы черных. А вот после h6 следует ход конь d4, конь d4, конь d4, король h7 и ладья d1. И возникает типичная позиция с изолированной пешкой у черных. Да, это слабость, но в принципе у черных свободная фигурная игра. Следует ход ладья e8, ферзь c7, ванхаус стремится в эншпиль, ферзь c7, слон c7, слон g4, f3. Ладья c8, слон a5, слон d7, король f2, h5, слон f1, конь g8. Да, и теперь скажу пару слов о своих впечатлениях во время просмотра лайв. Мне казалось долгое время, что белые постепенно перекатывают черных. Меня не покидало это ощущение. Вот, но вот если включить шахматный движок, то практически нигде у белых нет, скажем так, осязаемого преимущества. Да, чуть получше, безусловно, за счет изолированной пешки, к тому же конь на блокадном поле. Но позиция, в принципе, вполне себе приемлемая для черных. Но, что на мой взгляд тоже очень важно, движки, да, легко удерживают подобные позиции. А вот с человеческой точки зрения держать подобные позиции не так-то просто. Сейчас мы увидим, чем все закончилось. Итак, следует ход слон c3, слон h6, ладья d3, прикрываем поле на e3. Следует ход конь e7, ладья d1, слон g7, e3. Белые постепенно укрепляются и в дальнейшем планируют все-таки атаковать изолированную пешку. Итак, король g8, ладья 3 на d2, слон a4, ладья e1, слон d7, конь e2. Да, понятно, что выгодно поменять чернопольных слонов, оставив плохого белопольного черным, так как прежде всего все пешки, все пешки стоят по белым полям. Что, как мы знаем, плохо, когда у вас слон одного того же цвета. Итак, следует ход ладья c7, слон g7, король g7 и конь c3. Тоже хочу вам напомнить очень два интересных высказывания. В частности, Немцович часто говорил, что изолированную пешку прежде всего нужно заблокировать, да, поставить туда фигуру блокадную. Конь на d4 часто стоит здорово. Да, вообще любая фигура на блокадном поле стоит здорово. Но вот Бент Ларсен, в частности, говорил о том, что, мол, зачем иногда блокировать пешку, если можно на нее просто напасть и забрать. Да, понятно, фраза сказана с некоторой долей юмора, но, тем не менее, такой подход тоже имеет место быть. Белый сразу нападает на пешку d5, следует ход слон e6, ладья e, d1, b5. Да, вот этот ход мне вообще трудно понять. Очевидно, что пешки ферзевого фланга, a6, b5, это потенциальные слабости. И Гирис сам, по сути, создает себе дополнительные проблемы. Не было никакой нужды играть b5. На мой взгляд, это серьезная оппозиционная ошибка. Итак, b5, a3. Возможно, еще сильнее был ход конь e2 сначала. a3, ладья b8, конь e2, a5, конь d4, слон d7 и b4. И вот еще один, на мой взгляд, очень классный пример, скажем, разночтения в оценках. Я думаю, что большинство из шахматистов скажут, что a4 здесь не очень хороший ход. Опять же, так как у черных есть пешка на b5 слабая, потенциальная пешка на a4 тогда упадет. Повторюсь, если упадет пешка на b5. Но дело в том, что здесь играют роль и другие факторы. После хода a4 у белых тоже появляется слабость, это пешка a3. И, в принципе, слабость на b5 компенсируется слабостью на a3. Ну, а к пешке d5 по-прежнему тяжело подобраться. И вот, что самое удивительное, что меня поразило при анализе с движком, я здесь не нашел какого-то осязаемого преимущества у белых. Такое впечатление, что наличие линии c и слабость пешки на a3 дают черным полноправные шансы. И они должны удержать эту позицию. Хотя, повторюсь, вот, казалось бы, по всем законам, ход a4 должен быть просто плохой. Но нет. Гири же сыграла b, на мой взгляд, это ошибка, следует ход табы. Обратите внимание, теперь слабости остались. Пешка на b5 слабость, пешка на d5 слабость. А вот к пешке b4 фактически черные никаким образом не пристанут. Ну и как мы видим дальше, Гири вскоре теряет пешку. Ладья a8, ладья b2, ладья a4, ладья b1, ладья b7. Да, можно говорить, что где-то, наверное, игру черных можно усилить. Но, на мой взгляд, здесь это уже не играет принципиальной роли, держать такую позицию крайне сложно. Следует ход ладья c1, ладья a7. Гири уже отдает пешку. Конь b5, слом b5, слом b5. И, на мой взгляд, возникает, по сути, техническая оппозиция. Да, у черных, безусловно, есть шансы на нынчью. Но, на мой взгляд, объективно, при правильной игре белые должны победить. Лишняя пешка плюс открытая позиция, где слон попросту сильнее коня. Следует ход ладья a3. Слон e2, ладья b7, b5. Ладья b6. Далее следует серия маневров, где белые, на мой взгляд, играли здорово. Король f6, ладья d2, ладья b7, слон d3, конь c8. И продвижение e4. Безусловно, ход ответственный. Кажется, что не обязательный, так как можно было попробовать выиграть изливную пешку. Но нет, здесь на первый план выходит именно проходная по линии b. e4, d4, слон e4, ладья b6, ладья d7, ладья c3, ладья b7, ладья b7, слон b7, конь b6, слон e4, король e5. И вот здесь, на мой взгляд, ключевой момент в партии. Белые сыграли ладья d2, что выпускает часть перевеса сильнейшая ладья e2. Да, вот здесь сыграет ладья e2, сразу создавая конкретные угрозы. Но дело в том, что если черные пойдут на f6, то теперь уже ладья c2. По сути, вынуждая размен ладья, и после ладья c2, слон c2, возникает просто техническая позиция. Белые так или иначе, либо пройдут на фезе фланг королем, либо отвлекут черного короля и пройдут белым королем уже на королевский фланг. Эта позиция, на мой взгляд, попросту не держится. А если пойти, скажем, король d4, то вновь последует ход ладья c2. Дальше меняться тоже, скорее всего, плохо. Ну, а на какие-то ходы типа ладья b3, наверное, можно посоветовать ход слон c6. Дальше где-то слон e8. И ладья также через e2 на e7 может ворваться. И, на мой взгляд, эта позиция тоже крайне тяжелая, а по большому счету просто безнадежная. Но в партии ванхаус сыграл ладья d2, следует ход ладья b3 и слон c6. Еще одна серьезная неточность, которая выпускает черного коня на активное поле. Да, черный конь неожиданно становится довольно-таки сильной фигурой. Имело смысл пойти слон d3, как раз ограничивая коня. Здесь, в принципе, у белых неплохие шансы на победу. А вот после слон c6, видимо, большая часть перевеса уже потеряна. Активизируется кони f4, король f6. Ладья d8, ладья b2 шаг, король f3, конь d2 шаг, король e3, конь f1. Да, но здесь соперники попросту согласились на ничью. Да, перевес, в принципе, уже упущен. Да, вот такая вот партия, которая, на мой взгляд, очень ценная. Еще раз остановлюсь на ключевых моментах. Во-первых, возникновение типовой позиции с изоленой пешкой. И до поры до времени бросово-показательной игры китайского шахматиста. Все он делал грамотно. Да, и слонов поменял. Ну, вот, конечно, b5. Ну, мне сложно понять этот ход. На мой взгляд, серьезная ошибка. И дальше вот он, по сути, один из ключевых моментов. А, b, на мой взгляд, попросту ошибка. Вот после а4 у черных, в принципе, позиция, да, объективно хуже. Но все шансы сделать ничью. Да, ну и дальше, конечно, вот, по сути, ключевой момент, где, на мой взгляд, Ванхау попросту упускает победу. Итак, вот он, этот момент. Вместо ладья d2 сильнее было сыграть ладья e2. И, по моему анализу, эта позиция, скорее всего, попросту выигранная. Да, вот такая вот партия. На мой взгляд, очень классная. Ну, и мы перейдем ко второй партии, которую я выбрал для сегодняшнего обзора. Это партия, в которой белыми фигурами играл Фабиано Карвано, от черными российский гроссмейстер Кирилл Алексеенко. И поехали. Итак, d4, конь f6, c4, e6, конь c3, слон b4. Да, сейчас вы увидите дебютную книгу. Это важно для данной партии. f3, d5. И а3. Да, это известный вариант. f3 довольно-таки резкое продолжение, принципиальное продолжение. И уже по этому ходу можно судить, что Фабиано Карвано был настроен очень агрессивно. Безусловно, он ставил на белый цвет. Задача победителя Алексеенко стояла. И здесь последовал ход слон e7. Как вы видите, даже по количеству партий с большим отрывом лидирует ход слон сты. Да, и после bc в основном ходят c5. Это встречалось тысяч раз. Да, но Алексеенко играет слон e7. Следует ход e4, d e, f e. Да, здесь основное продолжение это ход e5. Ход логичный. Но вообще складывается впечатление. Белым, видимо, нужно играть d5. Складывается впечатление, что вариант со слон e7, возможно, ну, не самый лучший. Не исключаю и такого. Итак, после fe Алексеенко играет c5 и возникает, по сути, крайне редкая позиция, которая встречалась единицей раз. Итак, d5, e, d, e, d2, 0, слон e2, ладья e8, конь f3, слон g4, 2, 0, конь bd7, d6. Тоже весьма ответственный ход, резкий ход. Понятно, что белые не хотели допустить слона на d6 в той или иной редакции. И играют сами d6, но у них теперь возникает у самих пешка на d6, которая либо сила, либо слабость. В зависимости от дальнейших планов сторон. Итак, следует ход h3, слон h5, конь b5, ладья e6. А вот ладья e6, судя по всему, не точность. Да, в распоряжении черных были другие продолжения, ну, скажем, ладья b8. Сейчас я поясню, почему ладья e6 не точность, а может быть даже ошибка. Но вот смотрите, здесь ходить конь c7, наверное, не очень хорошо. Черные сыграют ладья e4, очень важный ход, который не допускает слона на f4. И в каких-то вариантах черные уже будут планировать выиграть пешку на d6. Понятно, что у белых есть темповое слон d3, но здесь черные могут смело пожертвовать качество, сыграть слон d6. Ну и, скажем, после слона e4, конь e4 возникает крайне интересная позиция, где, судя по всему, у черных полная компенсация за качество. У них пешка к тому же. Да, и здесь, конечно, вся борьба только начинается. Но, по моему анализу, у черных, в принципе, ничуть не хуже. Да, то есть здесь белые конь c7 играть, наверное, не могут. Могут пойти слоны f4, но тогда h6. Ну и, скажем, на конь c3... Да, на конь c3 можно пойти в ферзь b6, дальше пропустить ладью на d8. И это уже совсем другая песня. Черные все-таки удачно расставили свои фигуры. Так, да, но вернемся к партии. В партии черные сыграли на конь b5, ладья e6. Следует ход слоны f4, a6 и конь c7. Следует ход ладья e4. Черные не проиграют качество. Но главная проблема в другом. Ферзь, который на d8, он занимает крайне пассивную позицию. Но сравните разницу, да? Скажем, с ферзем на b6 и с ладьей на d8. Или с ферзем на d8 и ладья на a8. Разница, конечно, колоссальная и очень ощутимая. Это к большой выгоде белых. Ну и, соответственно, это крайне неприятно для черных. Последовал ход слоны h2, ладья c8 и g4. Тоже довольно-таки резкий ход. Хотя отнюдь не обязательный. Но здесь, как мне кажется, каруана отчасти провоцировала Алексеенко. Что, в принципе, и удалось. Черные бьют на g4 слоном. Кстати говоря, здесь тоже интересный выбор. Можно и конем убить, на g6 убить ладьей. Ну и, скажем, на король h1 сыграть ладья g6. Тоже не совсем понятно даже в анализе, что сильнее. Но в целом, в целом, у меня складывается впечатление, что эта позиция уже, что после жертвы слона на g4, что после жертвы коня на g4, крайне неприятная для черных. Движок поначалу пишет, что вроде как все не так плохо, но на большей глубине оценка все-таки склоняется в пользу белых. Да, итак, после g4 следует ход слон g4, hg, конь g4, слон d3, конь бьет h2, слон бьет е4, конь f1, ферзь f1, слон d6 и конь d5. Итак, формально у черных 3 пешки. 3 пешки за фигуру. Но здесь понятно, все-таки, на первый план выходит расположение и безопасность короля. Все-таки при наличии легких фигур. К тому же, еще и ладья подключится к атаке. Давайте сравним ладью на c8 и ладью на a1. Ладья a1 так или иначе подключится к атаке. А вот черная ладья не факт, что так же быстро войдет в игру. Итак, следует ход g6, ферзь h3, король g7, король h1. Вот и ладья подтягивается. Конь e5, конь h4, h5. Да, где-то у черных был неплохой план, связанный с ходом ладья c6. Как-то крепко ее поставить, контролируя отчасти шестой ряд. Но, на мой взгляд, это все уже не спасало. У белых слишком много фигур в атаке. Обратите внимание, все фигуры белых участвуют в атаке. Как правило, такие позиции не держатся. Итак, следует ход h5, ладья g1, слон f8, конь f4. Да, отмечу, что после конь f4, конь g4. Вот здесь, в принципе, выигрывал ход конь g6 сразу, фактически мгновенно. На fg белые ходят конь f4. Грозит, во-первых, вилка. Ну, а во-вторых, также еще грозит конь g6, лон g6. Там, в принципе, не важно. Ну, то есть, кому интересно подвигать, эта позиция абсолютно безнадежная. Ну, то же самое, в принципе, последует и на конь g6, конь f4. Все те же угрозы. Слон g6, конь g6. Да, но в партии Каруана сыграл конь f4, что тоже, безусловно, не выпускает победы. Просто это все чуть-чуть дольше и, может быть, чуть сложнее. Последовал ход конь g4, конь бьет h5. Жертва, классная жертва. Слон f5 под боем. И ладья на c8, где-то и слон g4 пограживает. Следует ход слон e7, слон g4, ферзь g4, шаг, слон g5. Да, и после ферзь g5 у черных были бы, наверное, неплохие шансы еще продлить сопротивление. Но следует ферзь h5, самая четкая. И здесь черные признали себя побежденными. Да, но грозит и удар на g5. Ну и там дальше все попросту рассыпается. Эта позиция не держится. Ну, ясно, что на f6 можно пойти еще и конь f5. Позиция абсолютно безнадежная. Да, то есть вот такая вот партия. На мой взгляд, один из ключевых моментов здесь. Это вот ход ладья e6. В дальнейшем ферзь остался на пассивной позиции. И так и не вошел, по сути, в игру. Да, ну и, конечно, есть вопросы к дебютной стадии. Да, дальше, в принципе, карлана действовал весьма агрессивно. Где-то, безусловно, черные могли усилить игру. Но все-таки меня не покидает ощущение, что вот позиция с ферзем на d8 и с конем на c7, она уже крайне неприятная для черных. Я надеюсь, вам понравился данный обзор. Будем следить за турниром претендентов. А на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.